Я вам все предоставил, показал, что вы мне там и до конца меня довели. До какого конца? До могилы? Нешуточные споры разгораются в кабинете Сибирско-Уральского юридического центра. 73-летняя Надежда Котова отчаянно пытается вернуть 125 тысяч, которые потратила на услуги юристов. По словам пенсионерки, специалисты, которые обещали ей помочь, только усугубили ситуацию. Я спрашивала, что если не получится, мы будем с вами до конца. Все, значит, и все, что права, мне вот вернут. Да, что права вернут, да. В октябре прошлого года Надежда Котова стала участником ДТП, о котором, утверждает, даже не заметила. И лишь на следующий день на лобовом стекле увидела повестку из ГАИ. Удара, естественно, я не почувствовала никакого, значит, это. И поэтому я и выходил даже на машину, и я ничего не... Оказалось, во время парковки автомобилистка поцарапала стоящую рядом машину. По словам женщины, она этого не поняла и уехала домой. Позже это оценили как оставление места ДТП. Экспертизу какую-то у меня, как в повестке было написано, чтобы привезти. Никую экспертизу, значит, я не была свидетелем, где, когда, кто делал. Эту машину я, значит, тоже не видела. Какую я, мне не давали возможности. Даже на видео он мне не показал, что там я, какие там у нее повреждения. В итоге Надежду лишили водительских прав на год. Пенсионерка решила обжаловать решение суда и занялась поиском юриста. За услуги адвоката отдала деньги, отложенные на лечение зубов. Вот только фирма проиграла дело и перестала выходить на связь. Что это стоит? Сколько? Сказали 125 тысяч. У вас шансы все. Значит, это самое. Есть. Внесла эти деньги, мне дали договор и просто уверили в меня, что мы с вами будем до конца. И все, в общем, не волнуйтесь, беспокойтесь. Он мне снова позвонил, сказал, надо идти и возвращать права. Значит, потому что ничего не получилось. Мы связались с руководителем фирмы. Мужчина от комментариев отказался. Однако спустя несколько часов позвонил Надежде Котовой. По словам пенсионерки, он просил мирного решения вопроса. На этот раз съемочная группа приехала вместе с героиней. Как клиент услышал, он услышал заверение о том, что мы действительно пойдем обжаловать. То есть с нами была подготовлена в соответствии с документом, в котором она расписалась. Выяснить, что именно пообещали пенсионерке, сегодня не удалось. Оказалось, что юрист, который изначально вел с ней переговоры, по словам сотрудников фирмы, уже уволен. Между тем, в профессиональном сообществе юристов отмечают. Обещать стопроцентную гарантию выигрыша дела адвокаты не могут. Они заключают с вами договор, который, естественно, как юристы написали сами и предусмотрели в нем такие полномочия и такие положения, которые, в общем-то, защищают, естественно, их. Договор, на принципе, обычно таким образом, что юрист не несет ни за что ответственности. Если вам человек что-то обещает сделать конкретный, обещает конкретный результат, но пускай он пропишет в это соглашение. В итоге деньги сегодня Надежды Котовой и не вернули. Теперь пенсионерка передвигается пешком. Анастасия Раздобарина, Сергей Чайков и Василий Тулинов. События ОТВ.